Здравствуйте, возлюбленные во Христе, братья и сестры! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы находимся в преддверии самого главного события, самого главного праздника Православной Церкви, праздника Пасхи. И сейчас идут самые, наверное, трагичные по своему содержанию, самые напряженные в плане духовного какого-то делания дни, дни Страстной Седмицы. Сегодня мы в нашей студии поговорим о страстях Христовых, о Страстной Седмице, с нашим экспертом, священником Николаем Зининым, настоятелем храма святого мученика Трифона. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Отче, прежде чем, наверное, говорить о самих страстях Христовых и о том содержании этих страстей, давайте начнем немножечко загоди. То есть вот Христос, мы позавчера отпраздновали праздник Вербного Воскресения, входит в Иерусалим. Входит в Иерусалим, и мы говорили о том, что праздник этот достаточно трагичный, хотя он одновременно двунадесятый праздник, и вроде бы мы его празднуем, и вербами встречаем с пением Ассанны Христа, входящего в Иерусалим. Но в то же время есть какое-то трагическое зерно в этом празднике, и сам Христос, останавливаясь при входе в Иерусалим, плачет об этом городе. Вот, наверное, начнем с того, с чего начинается Голгофа. Понятное дело, что она происходит не в пятницу. Вот когда начинается Голгофа Христа, как вам кажется? Я вообще считаю, что Голгофа Христа начинается, ну как этап вот именно несения грехов и страстей, это крещение. Я считаю, что с этого момента, потому что погружаясь в реки Ордана, Христос, будучи безгрешен, берет на себя грехи людей, и дальнейшая его жизнь является, будучи послушанием Отцу, несением этого креста. И, безусловно, Голгофа это кульминация страстей, кульминация искупления, которое приносит Христос за род человеческий. А вся жизнь Христа является искупительной. Нельзя как-то вот выделить. Ну тогда можно и дальше сказать, что, в принципе, Голгофа начинается с момента Рождества? Ну, можно, да. И мы видим, как мученики вифлеемские являются, наверное, олицетворением этой Голгофы, этой жертвы, которая уже начинается. Свет пришел в мир, и люди его не познали. И реакция на свет убийства. Ирод убивает младенцев в вифлееме. Это реакция мира на Христа, на Бога. Но все-таки попыток было достаточно много убить Христа. Его и пытались сбросить со скалы, с горы, и пытались и камнями побить. Но все-таки вот три года как-то народ терпел. Что же произошло после верного воскресения, что вдруг гнев народа, какая-то ярость, злоба, о которой мы будем слышать в Великий Четверг во время чтения Страстных Евангелий, настолько захватило, что совершается то, символ чего мы вносим сейчас на своих выях, на своих шеях? Для меня вот этот праздник, верное воскресенье, он очень такой трагичный. И я в первую очередь ощущаю именно одиночество Христа. Потому что на подготовительных неделях, на четвертой неделе, пятой неделе у Великого Поста, воскресные Евангелия говорят нам о том, что Христос еще по пути в Иерусалим, говорит своим ученикам, что мы входим в Иерусалим, и меня предадут в руки людские, и меня убьют, и я воскресну в третий день. Все эти события Христос предвидит и знает, что так будет. И когда ты знаешь, что тебя предадут, и при входе в город тебя кричат «Асанна», вот внешне это торжество, и апостолы торжествуют со Христом. Они три года ходили с ним, скитались, может, даже и лишались чего-то такого земного. А здесь они видят славу, которой достоин Христос, и они радуются, как дети. Но они не знают же, они не понимают. В этой связи еще интересен диалог апостолов рядом со Христом, когда Христос говорит о том, что меня распнут, что я буду предан в руки человек грешных, но при этом ученики подходят к нему и задают вопрос, а кто из нас будет первым в Царстве Божьем? Разделяют места у престола. То есть не слышат совершенно того, что происходит в богочеловеческой душе Христа. Это было абсолютно невозможно. Мне кажется, любой из нас не ощутил бы и не понял, о чем говорит Христос. И вот это вот одиночество Христа, оно более контрастно на фоне Асана, благословен, грядущий царь. Христос все это слышит, но понимает, что это не серьезно. И я для себя как объясняю эту ситуацию. На самом деле, того па людей встречает Христа и признает его мессией, спасителем. Чего ждет от него народ? Что он свергнет римскую власть, что он, наконец-то, возглавит освободительное национальное движение, и римляне будут прогнаны с земли иудейской. Наконец-то царство израильское станет, как прежде, при царе Давиде, а может, еще более обширное. И Христос, по сути, по-видимому, вроде бы так и делает, потому что он прогоняет торговцев из храма. А храм в то время был важной такой точкой опоры, потому что это был запас продовольствия, запас оружия и крепость. Он находился на горе, был окружен стеной, и оттуда можно было вести боевые действия. Христос прогонялся. Ну, и самостание, да? Конечно, да. И народ так, видимо, и воспринимал действия Христа, когда он прогоняет торговцев из храма. Вот, точка захвачена, можно действовать дальше. А что мы видим? Христос выходит, сказано, вышел и сел на горе Елеонской напротив храма и беседовал с учениками. Вот, и это была точка разочарования, видимо. Когда народные ожидания не были оправданы, если человек не оправдывает народные ожидания, значит, его надо брать. Значит, он лже-мессия. А как же свобода наша от римской власти? Значит, он не хочет этого делать. А мы-то думали, что он будет мессией. И как ученики Лука с Клеопой идут, беседуют с ними Христос, они его не узнают, они говорят, а мы-то думали, что он тот мессия, который должен был явиться. И вот поразительная вещь, получается, слова о распятии и о воскресении, они не доходят до понимания. Несколько раз в течение длительного времени Христос говорит ученикам об этом. Они это вроде бы слышат, но не понимают. Это как-то вот проходит мимо сердец, мимо мыслей. И даже после воскресения они это уже или не помнят, или настолько это необычно, что человек может воскреснуть. Почему именно так? И поэтому Христос по воскресению очень часто именно поясняет из Писаний, как говорит Евангелие, что так именно надо было произойти этим событием. Умереть, чтобы воскреснуть. В этой связи мы, получается, говорим о том, что, ну, по крайней мере, вот та Голгофа, которая свершилась на... Вернее, ну, то распятие, которое свершилось на Голгофе, на горе Голгофе, если все-таки немножко сужать, не в масштабах всей жизни земной Христа рассматривать, а... То есть она начинается, получается, с вербного воскресения. Ну... То есть и страдания, которые он переживает, это прежде страдания не физические, когда тебя бьют, оплевывают, бьют трости по голове, одевают терновый венец, когда пригвождают кресту, когда прободают ребро, когда... А вот это страдание совмещается, и оно начинается до физиологических, до физических страданий, страдания душевным, со страданием душевным. Первый момент. Я говорю своим родным и близким о том, что я буду распят, а они делят Царствие Божие уже. Потом я, да, от имени Христа я сейчас говорю, захожу в Иерусалим и проповедую. Напомню, что нашим телезрителям о том, что первые дни, понедельник и вторник, очень напряженные, напряженные по содержанию проповеди читает Христос, обращается к своим ученикам. Это и притча о десяти девах, о своем грядущем втором пришествии, да, это и притча о талантах, это и проклятие смоковницы. Тут следует немножечко сделать акцент, да, что смоковница — удивительное растение, у нее плоды появляются до появления листвы. Вот, а тут Христос проходит и видит цветущую, пышущую цветом смоковницу, но бесплодную, да, и под этой смоковницей понимаются и книжники, и фарисеи, и все те люди, которые как раз его не слышат, не приносят плода. Все те, кто Писание наизусть знают, читают, цитируют, но не живут по Писанию, не ожидают вот этого исполнения того, о чем в Писании написано. И, наконец, вот предательство Иуды, наконец, Гефсиманский сад, когда, мне кажется, Борис, крайне трогательное событие, когда Христос уходит помолиться к Отцу, по-человечески боится смерти, просит, если есть возможность отодвинуть эту чашу, возвращается и находит своих учеников спящими. Причем просит их тоже побдеть со мной, то есть побыть в молитве, чтобы вот... Разделить. Разделить последние, по сути, часы с учениками. В этой связи вопрос такой, а зачем тогда современные христиане вспоминают вообще страсти Христова? Зачем нам проходить этим путем, хотя мы уже не ученики, мы уже люди Нового Завета, мы уже не ученики, в смысле, не апостолы, вот те, которые жили тогда, которые еще не видели воскресшего Христа, а мы уже знаем, что Христос воскрес, мы знаем Евангелие, мы живем в Новозаветные времена, зачем нам воспоминать страдания Христова? Мне очень нравятся слова протеерея Александра Шмемана. О, очень интересно. И он говорит так, чем был бы свет воскресения Христова без покоя Великой Субботы? А Антоний Сурожский, он говорит о том, что в первую очередь тишина, а потом слово. Вот мы читаем Евангелие, вначале было слово, но слово предшествовало, тишина какая-то божественная. Поэтому праздник Пасхи не был бы таким светлым и радостным для нас без событий Страстной Седмицы. Мы должны, как ученики все-таки Христова, мы должны понимать, какой ценой это все далось. Вот вы сейчас отца Александра Шмемина упомянули. У него есть в его небольшой книжке «Великий пост» интересное замечание о том, что христиане постоянно играют со временем, в том смысле, что события давно минувших дней, предания старины глубокой, они берут и переносят на современную, что называется, платформу. То есть мы в тропарях поем «Днесь», то есть «Сегодня рождает Дева предвечное слово», ну и так далее, в тропарях. Вот это вот сегодня, говорит отец Александр Шмеман, оно предполагает, что соединение с тем событием, которое мы воспоминаем. То есть мы не просто его каким-то образом там... Вспоминаем. Да, морализируем на его фоне. И в этой связи тоже вот мы об этом уже до встречи с вами, с другими нашими экспертами говорили о том, что пост, он вообще делится на две неравные части. Вообще пост — это путешествие к Пасхе. И вот 40 дней мы идем навстречу ко Христу, и 7 дней Страстной Седмицы он идет навстречу к нам. То есть проходит ту дистанцию, которая зависит от него. Но в этой связи вот как раз слова отца Александра Шмемана, они становятся очень актуальны, да? То есть в принципе, на самом деле, если вот одним словом определить, или двумя словами определить пост наш, 40-дневный, тот, которым постимся мы, это попытка забыть себя. Чтобы вот как раз того, что произошло в Вербное Воскресенье, вот то, о чем мы с вами сказали, да, это одиночество Христа. То есть попытаться думать не о себе. Вот мне кажется, это как раз самое главное, что мы должны научиться делать Страстную Седмицу. То есть суметь даже не о своих грехах думать, а думать о той тайне искупления, о тех событиях, которые произойдут на Голгофе. Но давайте вернемся все-таки к нашему разговору о страстях Христовых. Еще очень часто задают такой вопрос. Вообще зачем надо было страдать Христу? Неужели, скажем, нельзя было избежать всего этого и каким-то иным способом, иным путем искупить, спасти человечество? Ну, а если дальше идти, вообще нужно ли его спасать? Ставит вопрос у тех людей, которые спрашивают так. Ну, и мне кажется, очень такой детский и наивный вопрос похож на вопрос ребенка, который говорит, папа, тебе надо на работу идти сегодня. Может, останешься, поиграешь со мной. Вот очень трудно ребенку бывает объяснить, что надо. Так же, видимо, с позиции ребенка очень трудно объяснить Богу, что по-другому. Я, как все-таки считаю себя человеком верующим, просто для себя понимаю, это так, что раз так произошло, по-другому и быть не могло. Ну, то есть история не знается в слагательном укладе. Я думаю, что вот воля Божия совершилась так, и тут вопрос надо ставить не в такой плоскости, а можно ли было по-другому. А значит, надо ставить вопрос, какова цена, и как я тогда должен отреагировать на это? Ведь мы боимся быть в неоплатном долгу, получается. Человек, тем более неверующий, он зачастую просто боится быть в неоплатном долгу, потому что если Бог такое сделал для тебя... А что такое? Ну, вот принес такую цену. В конечном итоге, что происходит на Голгофе? То есть, что является Христосом? Мне кажется, это тоже одна из глубочайших тайн, которая очень так будоражит и мысли, и душу, потому что церковь учит, что в лице Иисуса человеческая природа соединилась с божественной. И когда мы читаем события распятия, то Христос в какой-то момент говорит «Элои, Элои, Элемаса, Вахвани, Боже мой, почему ты меня оставил?» Вот для меня это очень трогательные слова, и я вообще склонен трактовать их так, что Христос почувствовал разрыв какой-то с Отцом, и это настолько... Вот именно это было самым, видимо, тяжелым кульминационным моментом. Не физическая смерть, не физическая боль и муки, а именно потому что церковь учит, что Христос пригвоздил к Кресту грех, грехи всех людей. То есть на Кресте произошла победа над смертью, над грехом, над всем тем, что отделяло человека от Бога. И, значит, само отделение от Бога тоже было преодолено. Но вот эта мука внутренняя, невозможно ее описать, как Сын может почувствовать такое. Как человек, конечно, да, в первую очередь, потому что и молился, как человек в Гефсимании, «Отче, принеси мимо эту чашу, но ради этого я и пришел». Но здесь на Кресте самая кульминационная точка, когда вот эти слова Христос произносит и умирает, потому что это самое больное, самое страшное. В жизни любого человека, мне кажется, самое страшное – ощутить вот эту богооставленность. Это и есть ад. Да. И интересно то, что есть предание, что в Голгофе Голгофа вот эта гора, на которой все это происходило, была одновременно могилой Ветхого Адама. Да, даже вот прихожане у меня как раз иногда спрашивают, а почему там череп под крестом? Изображается под крестом, да. Вот это череп и кости Адама. То есть по преданию кровь, которую пролил новый Адам, как его называют в богословии, в церковном предании, новый Адам Христос, то есть Адам совершенный, тот человек, каким задумывал человека Бог. То есть вот именно таким обоженным носителем высшей благодать. Вот кровь этого нового Адама омывает кости Адама Ветхого, грех его. То непослушание, которое явилось некогда в Эдеме, в раю. Ну это аллегория, мне кажется. Ну аллегория очень содержательная, очень важная. Потому что, да, как говорит апостол Павел, был послушен Отцу во всем, даже до смерти. И поэтому мы его и называем новым Адамом, мне кажется. Потому что он, да, выполнил ту миссию, ту роль, которую Бог возлагал на Адама Первого, Ветхого. Да, то есть вот если говорить в конечном, то есть как-то так резюмируя и подытоживая, да, что произошло на Голгофе, и что вообще, к чему, собственно говоря, шел Христос. Для чего он родился, воплотился, для чего он пришел на Иордан, для чего, выйдя после искушения в пустыне, пошел проповедовать. Это бесконечная, несравнимая, несоизмеримая с нашей любовь Бога к человеку. То есть эта идея, которая иногда, мне кажется, меркнет в умах и в сердцах современных людей, современных даже христиан, о том, что вообще все окружающее и сделано, и создано только для человека. Так полюбил Бог человека, что отдал Сына Своего Единородного на распятие. Конкретные дела. Часто эта проблема, мне кажется, вообще современного человека, потому что мы уходим к словам больше, чем к делам. Легко сказать «я люблю». А вот как это показать на деле? Это уже сложнее. Тут уже не соврешь. Словами можно, а вот делами. Евангелие мы, когда читаем, оно очень конкретное. Христос слов на ветер не бросает. И даже иногда сжатые какие-то вопросы, формулировки просто приводят человека в чувство. Или сразу. Вот в этом связи мне очень нравится евангельский фрагмент, когда Христу приносят, через крышу свешивают расслабленного, и он ему говорит «чадо, прощаются тебе грехи». И фарисеи, книжники начинают говорить «зачем он хулит?» Хулит, потому что только Бог может прощать грехи. И Христос им говорит «а что проще сказать? Прощаются тебе грехи или сказать «встань и ходи?» И в этой связи проще сказать «прощаются грехи». Потому что человек может после этого и не встать. Любой человек может сказать «прощаются тебе грехи». Видимо, его действие может не последовать никакого. А сказать «встань и ходи», если человек не встанет, значит, ты обманщик. И Христос говорит «встань и ходи, бери постель». И этим самым показывает, что и грехи-то он может прощать. И вот действие, конкретное действие, да, Голгоф – это конкретное действие любви. И в этой связи, как принять мне, если я не верующий, если я не хочу быть со Христом, если я противлюсь, потому что я знаю, что если я приму это действие как любовь Бога ко мне, я уже не смогу оставаться равнодушным тем, кто я сейчас. Придется куда-то двигаться в какую-то сторону. Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Спасибо за то, что были сегодня в нашей студии и побеседовали на эту животрепещущую для любого христианина тему. Ну а мы с вами, дорогие братья и сестры, прощаемся. И вот подытоживая все сказанное, все, что мы сегодня обсудили, вот весь наш сорокадневный пост, те, кто постились, не только воздержанием от пищи и питья, весь наш сорокадневный пост – это была попытка явить свою любовь к Богу, явить свое стремление, свою жажду к Богу. То есть мы хотим быть с тобой, Господи. Вот главное содержание Святой Четыридесятницы. Поэтому мы будем брать на себя и аскетические подвиги, и будем от чего-то отказываться. Сейчас мы тоже должны явить свою любовь ко Христу. Это явление будет совершенно иного рода. Мы должны день за днем быть со Христом так, как с ним не были даже его ученики. Напомню, что когда его арестовывали в Гефсиманском саду, практически все разбежались. Был еще один ученик, по преданию, это был Марк, апостол Марк, который так быстро убегал, что убежал голым, потому что его схватили за одежду. Он сильно дернулся и убегал голым из Гефсиманского сада, чтобы не быть арестованным и не быть заодно со Христом. Вот мы свою любовь сейчас, в тростные дни, должны явить тем, что день за днем, даже забыв о себе, забыв о той суете, даже предпраздничной суете, когда надо красить яйца, готовить куличи, побыть с тем, кто распинается за нас. Это так трогательно и это так страшно, когда кто-то умирает за тебя. Явим свою любовь к Христу. До свидания, до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова